и хранит духовное их устроение непоколеблемым. Итак, всеми силами постараемся о практическом делании добродетелей и подвигов, которым возводимся к благочестию, то есть к мысленной духовной чистоте, плод которой богословское созерцание, естественное уму. Ибо деяние есть восхождение к созерцанию, как говорит проницательный и богословнейший ум Григория Богослова. Почему, если вознеродим о делании том, то будем чужды всякого любомудрия, ибо хотя бы кто достиг самого верха добродетели, все ему необходимы труд подвижничества, обуздывающего бесчинные стремления тела и строгое хранение помыслов. И этим способом едва можем мы улучшить вселение Христа. Ибо чем больше умножается наша праведность, тем больше возрастает духовное возмужание, и, наконец, ум в совершенство пришедший весь прилипается к Богу и осеивается божественным светом, и ему открывается неизреченность и таинство. Тогда истина познает он, где мудрость, где сила, где разум, где познание всего, где долголетие и жизнь, где свет очей и мир. Ибо пока занят он борьбой со страстями, да то ли не имеет возможности насладиться этим, так как и добродетели и пороки слепым делают ум. Те, чтобы не видел добродетели, а эти, чтобы не видел пороков. Но когда восприимет он покой от браний, сподобится духовных дарований, тогда непрестанно, бывая, воздействуя им благодатью, весь соделывается святовидным и становится неотклоним от созерцания вещей духовных, таковой не привязан ни к чему здешнему, но пришел от смерти в жизнь. Тому, кто восприемлет достоподражательную жизнь и к Богу приближит, все ревнует, надлежит иметь непорочное сердце и уста чистые, чтобы слово, исходя из чистых уст, чистым, могло достойно воспевать Бога, так как душа к Богу прилепившаяся непрестанно с Ним беседует. Вожелаем же, братья, достигнуть до такой высоты добродетелей и перестанем присмыкаться по земле, прилепившись к страстям, подвязающиеся и достигшие близости к Богу, причастившиеся святого света Его и, уязвившись любовью к Нему, наслаждается Господним неким и непостижимым весельем духовным, как говорит Божественный Псалом. Насладись о Господе, ведь даст Тебе прошение сердца Твоего и изведет, как свет, правду Твою и судьбу Твою, как полудни. 36.4. И какая любовь так сильна и так неудержима, как та, которая от Бога вливается в душу, очистившуюся от всякого зла? Такая душа от истинного расположения сердца говорит, уязвленная любовью я. Песня 2.5. Неизреченны и неизъяснимы блистания божественной красоты. Не может изобразить их слова, ни слуху вместить. На блистание леденицы укажешь, на светлость ли луны, на свет ли солнца. Все это неуважительно в сравнении со славой и тою, и больше скудно пред лицом истинного света, чем глубочайшая ночь или мрачнейшая мгла перед чистейшим полуднем. Так предал нам и Василий, дивный между учителями, из опыта познав это и научившись этому. 20. Сие и больше этого рассказывал живший Саввою брат. Но кто не поделится в нем еще и следующему, как доказательству великого смирения его. Удостоен, будучи пресвитерства давно-давно, и так приискренно коснувшись небесного и жизни и разумом, он всячески избегал божественных священодействий, как бремени. Так что в продолжении многих лет своего подвиженства он очень редко соглашался приступать к святой трапезе для священодействия. Но их божественных тайн причащаться, несмотря на такую постоянную опасливую жизнь, не причащался, когда случалось ему входить в общение и беседовать с людьми, хотя при этом не говорилось им ничего земного, но одно душеполезное для искавших беседы с ним. А когда намеревался причастить все божественных тайн, то перед этим долго докучал Богу, умилостивляя его молитвами, псалмопениями и исповеданиями. Ужасался он гласа Иереева, который возглашал при этом, говоря «Святая святым!» Ибо в это время, говорил он, вся церковь полна бывает святых ангелов, и сам царь сил таинственно священодействовал, и хлеб, и вино притворив в свое тело и кровь. Через святое причащение вселяется в сердца наши. Почему, присовокупляв он, надлежит нам лишь непорочно и чисто, и как бы вне плоти бывая, без всякого сомнения и колебания держать на святое причастие причистых христовых тайн, чтобы сделать причастными бывающего от них просвещения? Многие из святых отцов видели святых ангелов, которые остерегали их от всего неподобного. Почему и сами они держали себя в глубоком молчании, не говоря ни с кем? И вот еще что говорил брат тот, что когда бывала старцу нужда самому продавать свое рукоделие, то чтобы не превзошла как-нибудь ложь какая, или божба, или лишнее слово, или другой какой вид греха, если прозговаривать и торговаться, он стоял, притворяясь на вид юродивым. И всякий, желавший купить его рукоделие, брал его у него и давал за то, что хотел. Работал он малые корзинки, и даваемые за них принимал с благодарностью, отнюдь ничего не говоря, сей любомудрый муж. Преподобный отец Феогност Преподобный Феогност – отец предлежащих глав. Был ли тот Александриец, толковник, о котором поминается Уфоти в 106-м чтении? Или другой, кто и в какое время жил? Наверное, сказать не можем. Насколько из плода познается древо, и он был из числа добрей поживших деянием и разумом, за чистоту жизни сподобившихся иметь живущим в себе Святого Духа, которого озарениями просвещаемый в уме и живительными веяниями вдохновляемый, как песнь некую священную воспел, изрекши настоящие главы, которыми ради сокрытой в них благодати и духовных созерцаний, услаждает и слух, и ум читающих, и живую в них возбуждает ревность в жизни, к жизни по их наставлению. Так как в них и верно излагается образ жизни деятельной, незаблудной указывается восхождение к жизни созерцательной, сверх этого в них желающий может поучиться и тому, каков должен быть и как действовать почтенный санам священства. И вообще тем, которые трудолюбно будут прочитывать их, они доставят богатое нравственное назидание и верное руководство к спасительному трезвению. Преподобного Отца нашего Феогноста о жизни деятельной и созерцательной и о священстве, главы коих, о кростих такой, преподобнейшим Отцам Лазарю и Варламу, скудный всем Феогнос, недостойный более всех живущих в мире настоящем. Страница 377, третий том Добротолюбия «Тогда думай, что имеешь истинный добродетель, когда совершенно ни во что поставишь все сущее на земле, всегда имея в сердце с чистой совестью готовность приселиться к Господу. Если же хочешь познанным быть от Бога, будь незнаем людьми, сколько можно. Остерегайся излишних утешений телесных и воздерживайся от них, чтобы они не отняли чего-либо из цены трудов твоих. Почитай ущербом не лишения себя чувственных услаждений, а отпадения через вкушение их от лучшего. Всем чувством почитай себя муравьем и червем, чтобы соделаться человеком Богосозидаемым. Ибо если не будет того прежде, не последует и это. Сколько спустишься вниз в чувстве о себе, столько поднимешься вверх в действительности. Когда в ничто вменяешь себя перед лицом Господа, подобно псалмопевцу 38.6, тогда бываешь сокровенно велик из малого. И когда сознаешь себя ничем, ничего не имеющим и не знающим, тогда ты богат и деянием и разумом похвальными у Господа. Сотри хребет грешника и лукавого свастолюбия, говорю, и лукавства, от которых рождается всякое зло. Сотри же воздержанием и смиренным незлобием, чтобы, если бы строго изыскиваемая была в тебе грешность во время суда, ничего такого не нашлось в содеянном тобою, ибо при грешении изглаждаются, когда мы, возненавидев причины, и их покоем они были совершены, воевать начнем против них, и первое поражение вознаградим последнюю победою. Ничего нет лучше чистой молитвы, из которой, как из источника, истекают все добродетели, благоразумие и кротость, любовь и воздержание, и слез ради свыше нисходящее заступление и утешение. Доброту же ее составляет держание внимания ума в том, что произносится языком и помышляется при всем умом, и ненасытное всегдашнее вожделение собеседования с Богом, когда ум через рассмотрение сущего, устремляясь вслед своего владыки, и с пламенной любовью, жаждательно ища обрести невидимого, и встречая тьму, закрывающую его, опять возвращается в себя со всеблагоговейным смирением, довольствуясь тем, что ныне на пользу открывается созерцанием, и тем утешаясь в благое, однако же пребывая надежде, всеконечно достигнуть желаемого тогда, когда кончится видение, как бы вверхали, гадательное, и настанет чистой, лицом к лицу, зрение его непрестанное. Воздержись от высших созерцаний, если ты не достиг еще крайнего бесстрастия, не гонись за тем, чего догнать нельзя, и не ищи того, что выше сил твоих. Если желаешь, говорит некто, говорит, сделаться богословом и созерцателем, путем жизни взойди до этого, и чистотой стяжи чистое боговедение. Помянув о богословии, напоминаю тебе, смотри, не простирайся в высоту его до безмерности, и ведай, что не пристало нам еще молоком добродетелей напаяемых покушаться воспарять туда, чтоб понапрасну не растерять перьев, как бывает с молодыми птенцами, хотя сладость сведения и сильно влечет наше желание. Когда же по очищении целомудрием и слезами восторгнемся от земли, как Илья или Аввакум, предначиная или предизображая имеющие некогда быть восхищение на облаках, и молитву созерцательную, чистую и непарительную, став вне чувств, взыщем Бога, тогда, может быть, коснемся сколько-нибудь и богословия. Равным образом желая сподобиться божественного видения и озарения ума, прежде возлюби мирную и безмолвную жизнь и упраздняйся от всего, позная себя и Бога. Если будет это, то ничто уже не воспрепятствует тебе, как в тонком веянии ветра, глаз хлада тонко, при внутреннем устроении Твоем, чистом и никакой страсти невозмущаемом, умно узреть для всех невидимого, благовествующего тебе спасения через впечатлительнейшее познание Его. Как после блеснутия молнии тотчас ожидается и гром, так и там, где воссияло божественное очищение, утихает буря страстей, а где это, там вместе с этим водворяется в стяжавшем это залог тамошнего будущего блаженства. Но не бывает ни чувства милости божественной, ни надежды без страстия в душе, любящей мир более создавшего, питающей пристрастие к видимому и всем желаниям вожделевающей плоских удовольствий и наслаждений. Божества, что оно есть и где, не ищи умом, ибо оно приестественно и местом не объемлется, как превыше всего сущее, но только описуемого по воплощению Бога словом, показуя в себе, как в зеркале, сколько это доступно, который в этом случае светло испуская лучи божественных естеством своим, божественным, в определенном месте мысленно полагается, пребывая вездесущим, по неописанности божества. Впрочем, насколько очищаться будешь, настолько будешь сподобляться и озарения божественного. Десять. Возжелав истинного ведения и удостоверения в спасении несомненного, умудрись прежде расторгнуть страстные союзы души с телом и, обнажившись от пристрастия к вещественному, не зайдив бездну смирения, и обретешь многоценный бисер спасения, как в раковине, в божественном ведении сокрытый, и светлость царствия Божия тебе предобручающей. Для того, кто добре совершил духовное послушание, плоть подчинив духу, не требуется послушание человеческое, ибо таковое в послушании состоит Слово Божие и закону, как благодарный раб. Но для тех, у которых идет борение и война тела против души, необходимо иметь вождя и правителя и слушать все его, как умеющего сознанием дела править рулем жизни нашей и снаряжать нас во время благопотребными оружиями, чтобы не захватили нас в плен невидимые супостаты и страсти не потопили по неопытности нашей. 12. Когда не станем возмущать, не станет тебя никакая страсть, божественное же желание будет возрастать внутри тебя в сердце твоем. Когда при том не станешь ты бояться смерти, почитая ее сном, а боли вожделевать будешь разрешение с телом, тогда стяжешь ты, как должно, залог спасения, и царствие небесное будешь носить внутри себя, радуясь радостью неизреченную. О священстве 13. Сподобившись божественного и честного священства, прежде всего, себя самого обязан и иметь всегда принесенным в жертву умерщвением страстей и сластей плотских, и таким образом дерзать приступать к животворной и страшной жертве. Если не желаешь быть сожжен божественным огнем, как какое-либо легкое сгорающее вещество, ибо если Серафим не дерзнул без клещей прикоснуться к углю, как ты коснешься без бесстрастия? Через него же ты водишь и меч, и язык освященным, и уста очищенными, и душу непорочную вместе с телом, и самые руки более всякого золота блестящими, как слуг приестественного огня и жертвы. Сознай поглубже силу сказанного, потому что каждодневно зришь то спасительное Божие таинство, которое однажды, увидев, Симеон-старец изумился и просил смерти. Если не имеешь извещения от Духа Святого, что ты благоприятный посредник между Богом и человеками, как равноангельный, то на пагубу себе не дерзай на всесвятое и страшное священодействие божественных тайн, пред коими ангелы благоговеют и от коего все благоговеяно воздерживались многие святых, чтобы подобно за ну, оному, не быть изъяты из среды живых по суду Всевышнего. Внимли себе, как сказал апостол, внимли себе и всегда совершай приношение своих наперед грехах, чтобы, если что, было в тебе, или, может быть, есть еще нечистого по немощи, потребляемо было божественным огнем. Таким образом, возможешь ты, как бы сосуд избранный, благоприятный, чистый или такой жертва достойный, прилагать себя в серебряного или даже золотого, хотя был каким-то деревянным или глиняным, если только ради дерзновенного упования твоего будешь иметь Бога, преклоняющимся на милость к тебе. Ибо где Бог готов услышать, там нет препон приложению одного в другое. Внимай, какой удостоен ты равноангельной чести, и старайся со всякою добродетелью и чистотой пребывать непорочным на сей добродетель, на какую призван. Видишь, из какого каким стал падший лицефер за превозношение. Не пострадай того же и ты, возмечтав о себе великое, но, почитая себя землей, пеплом и ссором, плачь всегда, что, несмотря на то, допускаем бываешь к божественному причастию и к совершению страшного священодействия святых тайн, по безмерному человеколюбии и неизреченной благости Божией. Приявшему священству и от всех страстей надлежит быть чисту, особенно же от блуда и злопамятства, о которых даже легких помышлений иметь не следует, если не хочешь подвергнуться гневу и проклятию, подобно прокаженному или сажу испачканному, когда он дерзнет коснуться царева тела. Потоками слез, боли снега убеленный, со светлой в чистоте совестью, касаясь святых тайн, как святой, внешним ангелоподобным благообразием являя внутренней души красоту. Но смотри, в совершении божественных тайн не удовлетворяйся человеческими только преданиями, но да будет с тобой и благодать, сокровенная и таинственно дающая тебе уразуметь при всем и высшее. Вожила в нетлении и бессмертия благочестно и благоговейно совершай животпорной нетленной тайны, желая вместе и приселения отсюда, как совершенным ставши через веру. Если же боишься смерти, то ты еще не сорастворился любовью со Христом, которого собственноручно приносить жертву удостоен, и которого плоти насыщаешься. Ибо если было так, ты спешил бы отойти туда, где любимый тобою, ни во что вменяя и жизнь, и плоть. Двадцать. Плоти Божией и жрецом, и общником, через причащение соделавшись, сообразным быть обязан стал ты и подобию смерти его, чтобы жить уже не тебе, но по апостолу, распявшемуся и умершему за тебя. Если же для плоти и мира страстно живешь ты, то уготовляешь себя после смерти на вечное мучение. Если прежде конфины произвольно не перестанешь совершать бескровную жертву, кому не известно, что многие из недостойно священодействующих, восхищены быв отсели внезапной смертью, пересланы прямо в тамошнее мучилище. Один иерей и вместе монах, славившийся благочестием и многими во внешней видимости почитаемый достачестным, внутри же скрытно сластолюбствовавший и осквернявшийся, когда, совершая божественную и священную литургию, дошел до керувимской песни и, преклонив, как обычно, шею перед святой трапезой начал читать, никто же достоин внезапно оказался мертвым, потому что душа оставила его в этом положении. Правого разума и ведения ничего нет предпочтительнее, ибо от этого порождается страх Божий и любовь к Богу, и тот очищает через благоговенство и самообуздание, а это совершенствует через светлое благонастроение и растудительность, и ум соделывает свободно парящим в высоких созерцаниях и восхождениях к горе, но без страха невозможно прямо перенестись к божественной любви, именуя любовь, возлететь к уповаемому и подчить в нем. Пойди же, ты мне возжелавший спасения, теки с жаром и не зная утомления, пока достигнешь, ищи притрудно, проси непрестанно, стучи терпеливо, пока улучши, водрузив наверху лестницы, как знамя твердую веру и смирение. Достигшим же желаемого почитай себя не тогда, когда получишь отпущение грехов, но когда перестанешь бояться восстания всяких страстей, без страха и с дерзновением готов, бывая, выйти из тела. Со многими слезами взыщи прият удостоверения в спасение, однако ж не прежде кончины, если ты смиренно мудр, чтобы иначе потом обеззаботившись, не вознеродеть о деле спасения, но тогда близ исхода обрести его, молись, несомненно, впрочем, чтоб дерзновенно на посмеяние себе возмечтав, не имеешь его, не оказаться непопавшим туда, куда мечтал метить, когда придет наконец чаемое время. Куда же пойдешь ты тогда, каянный, без залога и спасительного, несомненного удостоверения, подаваемого Духом Святым? Вожила в боготворного бесстрастия прежде послушанием и смирением в защите этого желаемого, чтобы, пошедшей к нему другой дорогой, не причинить тебе напрасных трудов. Бесстрастие же стяжавшим должно почитать не того, кто иногда осаждаем бывает страстьми, а иногда мирен и покоен бывает от них, но того, кто непрестанно наслаждается бесстрастием, и когда присущи причины страстей, недвижимо от них пребывает, и когда помышления о них приходят, ничего от того не претерпевает. С бранием корами дерзко приступает враг к душе, исшедшей из тела, как горький страшный обличитель падения ее. Но можно увидеть тогда, как боголюбивая душа, хотя прежде часто многими уязвляема была грехами, нисколько не поражается его нападениями и угрозами, но утверждаясь в Господе, окрыляется радостью, исполняется дерзновением, видя сопровождающие ее святые силы и ограждаема будучи светом веры. С великой небоязненностью взывает к лукавому, что тебе и мне, беглец с неба и раб лукавый, не имеешь ты власти над нами, над нами, как над всем, власть имеет Христос, Сын Божий. Ему мы согрешили, ему и отчет дадим, поручителям, имея его к нам милосердие и нашего в нем спасения, крест его честный. Ты же беги дальше от нас, окаянный, ничтоже тебе и рабам Христовым. От таких дерзновенных речей души хребет наконец дает дьявол, воплями раздираемый, не могши устоять перед именем Христовым. Душа же после этого минова в область князя воздушных, обрадованная относится божественными ангелами в определенное ей по ее устроении места. Любовь к вещам текучим да не увлекает к земле тебя, горнее мудрствующего. Если же какое пристрастие к земным благам вяжет тебя, то ты подобен орлу, уловленному сетью за ногоч и немогущему взлететь ввысь. Имей же и почитай все тщитою в надежде лучшего. И когда время потребует, сбросив самую плоть, свободно последуешь ты заведущим тебя ангелом. Как невозможно монету, не имеющую царской печати, внести вместе с обыкновенными царскую сокровищницу. Так невозможно без права, ведения и без страсти приять залог тамошнего блаженства и с дерзновением и уверенностью выйти от везде скуповаемому и сочетаться с избранными. Ведением же называя не мудрость, но не ложное познание Бога и Божественного, которым боголюбивый, невлекомый долу страстьми, возвышается к обожению благодати Святого Духа. Хотя бы ты все относящееся к деятельной жизни прошел, не надейся на себя и при этом, будто достиг уже безстрасти и можешь беззаботно вращаться в мире, чтобы в таком случай, набрав страстных видов, по возвращении к себе, не встретил ты в этом чего-либо неблагоприятного порядком жизни своей, но всегда под пестунством страха усердно пекись о своем изменчивом и превратном естестве, благоразумно удаляясь от причин страстей, ибо бесстрастие в высшей степени неизменное бывает лишь в достигших совершенной любви и непрестанным созерцанием держимым выше всего чувственного и вошедших наверх смирения, которых уже не касается пламя страстей, пресекаемое глазом Господа ради приложения их совершенных внетления тридцать. Бесстрастия не желай прежде времени, чтобы не пострадать того же, что пострадал первозданный, незрелого вкусивший древо познания, но трудясь терпением во всестороннем воздержании непрестанной молитве и хранясь самопрезрением и крайним смирением деятельные навыки и порядки, примешь после этого во время благоприятное и благодать бесстрастия сие пристанища упокоения после бурь и тревог. Ибо не обидлив Бог, чтобы для право шествующих отворить, когда должно дверь без страстия, пойди к муравью, о ленивец, и научись от него трудолюбному деланию, но при этом не забывай, что во благих наших не имеет нужды Бог, ни в чем не имеющий недостатка и всем преисполненный, но сам благотворит богатно даровито и спасает по благодати благоумных и верных ему произволением и благодарных, хотя человеколюбно приемлет посильное их делание. Итак, если ты трудишься, как должник ему за прежние его тебе блага, добре творишь и близка к тебе милость Божия, если же должником думаешь иметь Бога заделаемое тобой по-видимому добро, то ты заблудил, уклоняясь от прямого пути, ибо как благодетель должник, впрочем, теки и так, как наемник, и мало по-малу преуспевая, достигнешь по милости Божией искомого. Хочешь ли я покажу тебе и другой путь ко спасению или лучше к бесстрастию? Докучай Создателю своему сколько сил есть молитвами, чтобы не уклониться от предлежащей цели твоей. Ходатаями перед ним всегда предлагаю все небесные силы и всех святых и сопресвятую Богородицей и без страсти не ищи, как недостойный такого дара, но проси притрудно спасение и с ним получишь и без страсти, из которых одно подобно серебру, а другое золоту чистому. Имея сокровенное наиболее делание эту Божью рабу и некоторых сокровенных тайн словеса к Богу, боготворящее тебя, которыми Он благоугождается и преклоняется. Подвизайся залог спасения приять внутрь сердца твоем несомненным удостоверением, чтобы иначе во время исхода неожиданно не встретить страха и трепета. Почитай же себя получившим тогда этот залог, когда возымеешь сердце свое не зазирающим тебя ни в каком прегрешении и совесть, не бьющую в прогневаниях, когда дикой зверских страстей подчинилась тебе благодати Божией, когда слезы утешения сами собой льются у тебя и ум чистый без мечтаний молится, и когда радостно с готовностью сердца ожидаешь смерти для многих страшной, которой желали бы они избежать. Глаголы жизни вечной, которые, как за свидетельствовал апостол Петр, имеет Бог слово, суть глагола о том, что им совершено, которыми тайноводствуемый к нему еще от вздействия живает и вечную жизнь, и залог духа, и непостыдную надежду спасения. Но этого не сподобляется тот, кто предпочитает душе плоть, и имеет пристрастие к земным благам, и услаждается ими. Словесен, разумен не тот, кто имеет произносимое слово, имеет способность говорить членораздельно, ибо таков всякий человек, но тот, кто словесную, разумную силу ищет и исследует, как обрести Бога. Спрочем, никогда не найдет он, что есть по естеству приестественной. Это невозможно, ни для какого естества, но в премудром благоустроении всего сущего, в промышлении о нем, его сохранении, направлении и управлении, как бы созерцается и осязается красоты сей хитрец и рододелатель и родоначальник премудрость Соломона 13.1, как домостроитель познается и сделала рук своих. Страница 386, третий том добротолюбия, притоподобного феогноста о деятельной созерцательной жизни. 36. Не стяжательности не стяжешь, как должно, без бесстрастия, ни бесстрастия без любви, ни любви без страха Божия и чистой молитвы, ни этих без веры и без попечения, коими окрыляемый ум бросает долу плетущее мудрование, воспаряет в горне и обозревает его, ища владыку своего. Лобызай чистоту, как зеницу ока своего, да будешь храм Божий и дом ему желанный, ибо бесцеломудрие невозможно соделать со своим Богу. Порождает же это любовь к Богу, беспристрастие к миру и удаление от Него, а сохраняет смиренно мудрие, воздержание, молитва непрестанная, созерцание духовное, богомыслие, плач и рассуждение. Добро ты, коего, не улучш ты без бесстрастия. 38. Никто да не ведет тебя в заблуждение, будто без святыни чистоты. В противность слова апостола евреям 12.14 можно узреть Бога, ибо Господь все благие всякой чистоты превыше сущей, не благоволит внутренне являться нечистому. Как не достоин его более его любящий отца и матерь или дочь и сына, так не достоин его и тот, кто любви к нему предпочитает что-нибудь временное и вещественное, и тем более этот мерзкий и смрадный грех. Субтитры создавал DimaTorzok